А когда я иду на юбилей... На столетний юбилей к Фёдору Абрамову пришли не только преданные его творчеству зрители, но и весь состав малого драматического театра. Это не постановка, не вечер памяти, а просто семейный театральный праздник с чтением произведений советского писателя, которые ещё никто не читал и мало кто о них знает. Напечатано очень много черновиков, очень много его дневниковых записей и очень много текстов, которые цензура вырезала в своё время из его книг. И они необычайно интересны, может быть, даже необычайно в чём-то созвучны в сегодняшнем времени. Каждое произведение о жизни и трудностях советского народа проходило через жёсткую цензуру. Однажды Фёдор Абрамов даже подумывал о том, чтобы повторить судьбу Солженицына и эмигрировать за границу. Но до этого не дошло. Его произведения с трудом, но публиковали. И каждая из них находила глубокий отклик в душе читателя. Мне близко его книги. Моя мама также постигла все тяготы деревенской жизни. Женщина была одинокая. Также гражданская война, труд тяжкий на селе, отечественная война. И поэтому мне очень близки его книги. Всегда вызывают слезу у меня. Благодаря сохранившимся личным записям писателя в этот столетний юбилей зритель узнает немного другого Фёдора Абрамова. Впрочем, художественный руководитель театра не раз подозревал, что жизнь советского писателя была не лёгкой борьбой, а сам он оказался более сложной натурой, терзающейся судьбой страны. Та лавина любви и сердечности, телеграмм, тыщем, прекрасных слов, которые были сказаны здесь, для меня и Богу была неожиданна. Валентина Вожигова, Олег Сергушев, Дмитрий Недодаев. Новости телеканал Санкт-Петербург.